Всем привет! Я Наталья Савицкая. Я многодетная мама, у меня трое детей. И на самом деле это совсем немного. Но вы знаете, когда я допускаю мысль о том, чтобы родить четвертого, первое, что я представляю, это то, как окружающие покрутят пальцем у виска и скажут «Вы с ума сошли?», а еще вот это обидное «нарожали», не хотелось бы слышать. Да хотя кого я обманываю? Первое, о чем я думаю, «Нет, мне хватит и троих». Тем больше восторг и уважение вызывает героизм мам, которые воспитывают по 5, 7, 9 детей. Это уже не редкость, но по-прежнему многодетность вызывает осуждение и даже агрессию у окружающих. Так вот, сегодня я хочу выяснить, действительно ли общество так сурово и грубовато по отношению к мегамамам вместе с Катей, у которой семеро детей. Знакомьтесь, мама Катя. Счастливая, и это стоит отдельно подчеркнуть, обладательница звания многодетной. Она росла в семье одна, но мечтала, что родит трех богатырей-сыновей. В итоге ее богатство шесть девочек и сыночек. Как уверяет сама мама Катя, в их семье царит патриархат. Альковы очень уважают папин труд, поэтому не допускают его ни к кухонным делам, ни к домашним. Да и, собственно говоря, его и дома-то нет, он на работе. Ну а заодно, как единственному сыну, царские привилегии перепадают и Александру. Давайте посмотрим, какие еще дела творятся в этом королевстве. Как начинается ваше утро? С чашки ароматного кофе? А может быть, с чтения газеты или размеренного листания новостей в социальных сетях? Это скучно. Утром многодетной мамы – вот где настоящее веселье. Один раз сказать «Давай, давай, вставай». А потом еще один раз, и еще, и еще. Приготовить 10 порций каш – это если никто не попросит добавки. Помочь собрать в школу пару рюкзаков. Найти безвестно пропавший учебник по окружающему миру, а между делом сыграть в ку-ку и его-го. Многодетность, наверное, можно сравнить с работой в офисе при очень плотном графике, с ежеминутно появляющимися новыми проектами и задачами. Не хватает. Мне в 26-23 часа сутки мало. И мне иногда, меня муж иногда обзывает «Ты меня достал, Золушка». Он меня постоянно, я с утра встаю, уже что-то мою, что-то это. Он постоянно за это ругается. «Ты еще никто не ела, ты уже все моешь». У меня очень молодцы девчонки старшие. Это вообще, это мои помощницы, конечно, во всем. И они, чем старше кто-то становится, все равно они помогают. То есть, что есть какие-то моменты, есть вещи, которые мне иногда хочется поделать, а у меня времени на это просто не хватает. Выходные дни, а мы нагрянули Кальковым в гости именно в такой день, это значит, никому никуда не надо. Ну, кроме папы, конечно. Это значит, будет много шума, который маму, впрочем, не напрягает. Она была воспитателем в детском саду, ей не привыкать. Будет много бардака и разбросанных игрушек, не без этого. Много поводов посердиться и поводов улыбнуться тоже будет много. Что, мама Катя еще улыбается? Ей всерьез доставляет это удовольствие? Не завидуйте и не сомневайтесь, ей и правда в кайф. И даже когда заветная цель «сынок» была достигнута, а на горизонте замаячила перспектива еще раз понянчить трудничка, мысли отказаться от нее не возникло ни разу. Если у тебя есть уже два-три ребенка, и в принципе, да, люди живут нормально от того, что у тебя появится еще одна радость жизни. Вот я знаю на своей практике три таких случая, когда девочки отказывались от аборта. И потом они уже, когда писали, они говорили о том, что вот какие мы были дураки, мы очень рады, что у нас эти дети есть. Образ, который всплывает в голове у тех, кто не знаком с многодетной жизнью, отличается от этой счастливой картинки. Но никакая она не замученная бытовыми проблемами мать. Ее дети не бегают босоногие и, кажется, никому не доставляют проблем. Между тем, комментариев о том, что она нарожала под новостью о том, как ее поздравляла с очередным пополнением, тогда еще председатель облдумы Елена Писарева, Катя начиталась. Обидно и незаслуженно. Наша мама считает это пережиток 90-х. В свои времена считалось, что у многодетной семьи, ну вот этот 90-х период, тогда, когда дети, да, не рождались, и у кого было много детей, все прекрасно понимали, что это нищета, это голод, это беднота, и все думали, что вот они там голые, бедные бегают. Ну, не знаю, у меня тоже вот у мужа, у них трое ребятишек было, да, в семье там, и как бы, ну, и тоже 90-е застряли, но они никто голодный не ходили, они раздетые не ходили, просто их было трое. Вот, и все, как бы. Были и тяжелые семьи. Ну, так давайте нам, ну, смотреть правде в глаза, ведь мы же видим семьи, где может быть один ребенок, да, тяжелая семья, и двое детей, может быть, тяжелая семья. Да, альковы пользуются всеми льготами, которые положены при их статусе, но рассчитывают только на себя. Сами построили дом, и сами справляются со всеми сложностями, которые возникают. Дайте мне, я же мать, не в Катином репертуаре. Да что там говорить, она даже своим правом на прием в поликлинике без очереди обычно не пользуется. Мы так же все работаем, так же занимаемся и домом, кто-то на дистанционке, кто-то еще на каких-то вещах. У меня своя там, да, вот работа там какая-то. И так же мы все, большинство у нас у всех есть образование. У меня, ну, как бы, я училась в педагогическом, потом закончила Санкт-Петербургский институт высшего образования, сервиса экономики, вот, в сфере туризма. У меня было на тот момент пятеро детей. Это не зависит от того, там, ну, сколько у тебя детей, это зависит от того, какой ты человек. Вот эта улица, вот этот дом. И еще множество таких же по соседству. В Шолохове для многодетных целая нарезка земли. Участки выделялись бесплатно. Это один из важных видов поддержки, которые таким большим семьям предоставляет государство. Но, вопреки распространенному мнению, Лиза, Лера, Настя, Соня, Маша, Александр, Милана и еще десятки шолоховских малышей появились на свет не ради кусочка земли в Новгородском районе, а от большого желания мам и пап воспитывать много детей и прожить не одну, а сразу несколько жизней. Получаешь удовольствие от каждого момента, который происходит в жизни. То есть я вот иногда смотрю и думаю, господи, мне уже столько лет, у меня уже взрослые дети, у меня уже скоро будет внук, я вроде как уже и старая, да, а с другой стороны, у меня еще маленький ребенок вроде как есть, да. И вот это я всегда, ну, мужу с вами говорю, понимаешь, я говорю, вот жизнь, она так быстро проходит, давно ли вот у нас там один ребенок, да, второй родился, я говорю, они уже большие, они уже в школу пошли кто-то, да, там кто-то в садике уже ходят. Вот вчера Саше 5 лет было. 5 лет мы вчера смотрели фотографии, вот где он маленький, нам кажется, что он еще до сих пор такой. И вот эти моменты, когда ты проживаешь, то есть вроде как ты и своя жизнь, да, но ты проживаешь вот эти вот самые счастливые моменты. Вот я тут пришла со школы, тут Маша первый класс пошла, уже мальчики там за ней, то есть вот эта жизнь вот детей, которые ты проживаешь, это самое, наверное, вот самое дорогое. А вечером наступит тишина, и у мамы Кати появится возможность в одиночестве выпить чашку чая. Только после того, как она еще 100-500 раз повторит отбой, споет колыбельную и ответит на кучу нелепых вопросов. Но даже имея представление обо всех прелестях, в кавычках, маминой работы, я с большим уважением отношусь к таким героическим мамам. И именно зная о всех прелестях маминых будней, тех, которые получаешь без кавычек, понимаю, как здорово, когда детей много. Я рожала детей, говорили мне дура, ни карьеры потом, ни лица, ни фигуры. Поживи для себя, говорили подружки, что ты видишь теперь, пеленки, горшки да игрушки. Может, право они, не доспал, не успел, не пошел, не поехал, хоть и очень хотел. Я рожала детей, говорили мне много, а сейчас поняла я, шла я верной дорогой. Есть прекрасного много на свете, но самое лучшее – это дети. Забывается все – маята, суета, но всегда лишь остается детей теплота.